Всем привет! Это Алекс Авенга и сейчас мы находимся на новой высоте. Это Великая Индийская стена. Она поменьше, конечно, чем китайская, но я думаю, мы и туда доберемся. Собственно, в этом коротком видео я хочу обратиться к тем, кто еще думает карабкаться или не карабкаться, строить инфобизнес, проводить вебинары или не проводить вебинары, заниматься всякими коучингами или делать вообще что-то непонятное где-то там далеко, какие-то непонятные цифры, кто-то зарабатывает миллионы, сотни, тысяч рублей, долларов, неважно. Это кажется какой-то невероятной высотой, на которую, в общем-то, никогда не заберешься. Хотя многие вещи, как показало мое небольшое исследование, многие вещи, многие технологии вы уже знаете. То есть уже кажется, ну вот она гора, можно же воскарабкаться, но, блин, это же надо идти, нужно будет что-то делать. А у меня нет времени, а вот есть какие-то важные дела, а вот здесь там на работе завалилось, или вот там по основному бизнес в зоопарке. Это все фигня. То есть не морочите мне голову, а прежде всего не себе не морочите голову. Во-первых, вы это можете. Все, как там начинает путь в тысячу миль, начинается с первого шага. Старая избитая истина. Для того, чтобы попасть на определенную высоту, вам нужно просто начать, просто идти, по ходу у вас будут возникать вопросы, вы их всегда можете задать мне, например, кругу капитанов, каждую среду 21.00. Ну, собственно, я сейчас ничего не продаю в этом видео. Хотя, святые, браманы мне дали внутри разрешение, что можно, да? Но не спешите пока ничего покупать. Прежде всего, разберитесь с собой, да? То есть вы вообще готовы? То есть вот если, окей, да, я вот готов, я хочу, планирую, там, собираюсь. Очень много, вот там, кстати, говорил Сергей Змеев в своем курсе хозяйства. Вы, если вот как-то хотите начать действовать, то это скорее сюда. Но я вам хочу сказать, если вы уже какой-то вершины достигли какой-то высоты, то продолжайте карабкаться дальше. То есть чтобы не было такого плато, когда вы вот чего-то достигли и вот все, и расслабились, да? Особенно, если вам кто-то говорит, что, допустим, в инфобизнесе или в проведении каких-то схем по зарабатыванию денег, больших, малых, неважно, вам ничего не надо будет делать, вам не надо будет, то есть это все, там, можно работать только один час в неделю, да? Это все неправда. Как показала практика, можно работать два дня в неделю, это в принципе достаточно, да? И путешествовать, смотреть какие-то места. Но на старте, на старте, на самом старте у меня это занимало по 16 часов в день на протяжении полутора лет. То есть я смотрю те, кто начинали тогда со мной, есть такая послодица, кончающих всегда больше, чем начинающих. Начинающих всегда много, все такие, ага, мы сейчас начнем, у нас все получится, да? Несмотря на то, что технологии есть, ну, потому что есть отзывы клиентов, да, и результаты моих клиентов. То есть я за информацию могу отвечать, но лошадь можно подвести к воде, но заставить пить невозможно. Поэтому есть все для того, чтобы вы это делали, зависит сейчас только от вас. То есть если вы это делаете, у вас будут результаты. А если вы просто смотрите в гору и думаете, ох, наверное, там на вершине, в общем-то, и холодно, и, в общем-то, здесь достаточно хорошо, комфортно, тихо. И никаких туристов, которые боятся взойти на гору, здесь нет, потому что это же тяжелая работа, да, это же не просто там вывезут и все покажут. А здесь нужно пройти своими ногами. Машина здесь не ходит, поэтому туристов здесь нет. Только индийские дети резвятся. Собственно, сейчас мы уже готовы к тому, чтобы пойти на следующий уровень. У меня есть свои наработки, свои планы. У меня тоже есть новые высоты, которые я намерен покорить. И мы сейчас идем дальше. Увидимся в среду, в кругу капитанов. Всем спасибо, это Алекс Авинго. Субтитры создавал DimaTorzok